Выглядит неплохо. Особенно вот эта картина. Просто жопа оленя. Моё почтение друзья, меня зовут Влад Фрейдер. Добро пожаловать в Человек-олень. Добро пожаловать в Человек-олень. Как написано в сайте про эту игру, это очень здоровская, красивая, очень кривая и плохо переведённая игра. То, что нам нужно, собственно. А к тому же она ещё и супер короткая. Это тоже немаловажный плюс. И вот, собственно, есть русский. Нажмём на него. Red Mount Media. Кайф. Отказ от ответственности. Все персонажи, появляющиеся в этой работе, являются вымышленными или боя сходства за реальный человек. Всё, жду. Давайте. Олень-человек. Олень-человек. Олень-человек звучит как оскорбление, честно говоря. Не человек-олень. Знаете, как человек-паук. Олень-человек. Как... Это что-то обидное. Начало главы опции рычаги управления, сотрудничества и... Уволиться. А какие-то бумажки надо подписывать? Всё? Не, ну... Если я уволился, то пожалуйста. Так, а теперь серьёзно. Русский. Давай. Хотел бы ещё посмотреть, что такое рычаги управления. А, контроллер, вот. Изучить. Изучить. Бег. Взаимодействовать. Икс. Меню. То есть придётся изучать кнопками ВС и Д, а поворачиваться на стрелки? О, это будет сложно. И что, ребят? Вот. Наш королей инзу ворлд на сегодня. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Говорят вам, хорошая история. Начало. Но уволиться я бы не отказался. Я всегда просыпаюсь рано утром, навестил своих родителей и уже планировал сделать пропешку в ближайшем лесу. Мне нравится очень бегать. Прошлой ночью выпал снег. Хотя мы редко видим снег в Австралии, но я был рад этому. Честно говоря, как будто этот текст писал... Чё? Как будто этот текст чела... Как будто этот текст чела... Блин, как будто я уже заразился этой хренью. Как будто этот текст писал человек с синдромом Дауна. Не в обиду. Никому. Хорошо, всё. Погрузились. Олень-человек. Это был холодный воскресенье. Минус пять градусов. Я был вне... Для быстрого... Я не могу серьёзно почему-то воспринимать эту игру уже заранее. У меня какое-то впечатление сложилось, что она бешеная. Я даже не успел прочитать. А, изучать. Вот для чего эти кнопки. Так мышка всё-таки работает. А, тут надо рога собрать. Окей. А бегать я могу? Могу. Круто. Какой путь вы хотите выбрать? Ну, очевидно, в лесу идти по незнакомым тропам без указателя это просто тупо. Поэтому пойдём по стрелочке. А вон ещё стрелочка. О, вижу ещё рога. А, это кладбище. Рядом кладбище покрытое снегом. Это напомнило мне о моём дяде. Он скончался в автомобильной аварии не слишком давно. Меня что-то насторожило. Я увидел ногу животного, торчащую из одной надгробной плиты. Это нога? Ладно, мне нужны рога. Зачем их рассматривать, непонятно. Ладно, пойдём по этой стрелке. О, домик. Давайте заглянем. Я видел коттедж. Казалось, не жилой, но дверь была открыта. Он на меня смотрит? Привет! Какие-то олени тут стрёмные. Он прям смотрит, но у него глаза светятся. И прям жутко как-то. О, я вижу ещё одни рога. А вот серьёзно, что это такое? Мы как бы где? Мы в воспоминаниях, да? Мы же слышим рассказ какого-то человека. Зачем-то подбираем эти олени рога. Значит, что-то с оленями связано. Здесь всё намекает на оленей. И судя по тексту, который тут переводи... Переводили? У нас даже прицел в виде рогов, блин, в виде оленя. То, что здесь переводили, то мы, скорее всего, в голове какого-то больного человека. Это действительно так, по-другому и не подумаешь. Внутри дом был практически пустой. Я увидел, на что картины и рамы висят на стенах неправильно. И пыльный шкаф у двери. Это было уединённое место и казалось, что кто-то недавно здесь был. Открыть ящика. Письмо? Я не знаю, что происходит с вами. Вы выходите рано утром и возвращаетесь домой... Домой поздно ночью. Домой поздно. Получается увидеть вас только, когда вы спите. Это трудно для меня. Я боюсь, что это помешает нам в общении. Я уверен, что вы это знаете. Надеюсь, что вы будете стараться исправить положение, чтобы всем было хорошо. Эмили. Заметь икс, чтобы расположить квадраты. Позже. Выглядит неплохо. Особенно вот эта картина. Просто жопа оленя. Отличная. Отличная фотография. Мне кажется, нужно её слать куда-нибудь на выставку. Прекрасная работа. Что-то упало? А, это так коробки бьются об пол. Честно говоря, так не стыкуется моё весёлое настроение с этой игрой и стилистикой. Потому что это такое грустное. И кладбище, и дом, и история. А я иду как хочу. Если бы я не делал это видео, а просто смотрел какого-то стороннего человека, который играет вот так, как я, я бы сказал, что за... Ты чё, мужик? Ну хорошая же игра, наверное. Давай попробуем. Ну давай попробуем. Деревянный ящик был заперт, но мне удалось его открыть. Как? Типа, как я его открою? Мне удалось его открыть. Прыгать я не могу. Там что-то лежит. Ладно, понятно. Значит мы к нему ещё вернёмся. Окей, пойдём туда. О! Ещё рога. Лес был прекрасен. Всё гармонировало между собой. Ну да, просто тупо стволы. Всё белое. И всё. Оу, тут это было неприятно. А можно поинтересоваться, что это за звук был? Вот чё-то как-то сейчас не по себе стало. Вот резко, вот было всё весело и хорошо, а теперь резко всё плохо. Не, так нельзя делать. Так, так, так дело не пойдёт. Чё-то какой-то я сцикливый стал. Собраться! Мне нужны ещё рога. Не одолжите, пожалуйста, мне остался последний рог. Окей, для меня вижу топор и рога. Хорошо, беги, беги отсюда. Я помню, я взял топор, чтобы нарубить дров, убить оленя. Всё, пять из пяти. Чё-то теперь должно произойти, наверное, да? Вроде ничего не происходит. Я не нашёл ничего полезного в салоне. Прекрасный салон. Заходите, конечно, сюда больше не буду. Ну, пойдём к ящику. Видимо, топор для этого. Ох, как близко. Чудесное животное. Говорят, олени супер тупы. И переносчики всяких заразные. Никогда не трогайте олени, если вы идёте... Если видите детёныша оленя, во-первых, не надо его трогать, потому что он, скорее всего, заразный какой-нибудь хренью. А во-вторых, если придёт его мамка, то там уже не до шуток будет. Про чужих мамок. Ладно, вот топор, чтобы открыть. Это ящик, да? Ну, больше же некуда его применить. Одежда лежала в коробке. Я знал, что что-то странное происходит в этих лесах. Может быть, кто-то здесь живёт? Чё за фигня? Как ты вообще здесь оказался? Чё такое? Блин, это чё, Silent Hill? Чё за... Одежда. Чё, ты её возьмёшь? То есть мы вскрывали эту коробку, которая стоит на улице зимой с белой одеждой? Что вы, мальцы, вы сказали, что здесь кто-то живёт? Всьмо. Неа, ну да, здесь же какой-то чёрт живёт, который любуется на жопу оленя и запирается вот этой досочкой, видимо. А к нему приходит... А к нему приходит девушка, чтобы настроить общение, но он... Но не получается, потому что он приходит только по вечерам и ложится спать. А что дальше? Интересно, да? В скобочках нет, не очень. Куда идти-то? Оленя, подскажите дорогу! Блин, я хочу быстрее перемещаться, слишком как-то медленно. Блин, как будто у меня в ухо какой-то пёс дышит. А? Что это? Ээээ... OH SHIT! Русь!! О, блин! О, дерьмо! Куда бежать? В салон? Нет, в салоне закрывается, нужно в домик. Я должен найти место, чтобы спрятаться. В дом? В дом. А-а-а! О, блин, я задрелся. Смотри по-моему он бежит медленнее. Чё за фигня? Чё такой быстрый? Я же вообще не останавливался. Отвали мужик! Побежали, побежали, все, бежим, бежим Да я все уже не смотрю, вот, все, вот дом, отлично Пошел про... Как-то он сильно меня напугал Окей, я в домик Я в домике, я в домике Все Пошел, пошел нафиг Там никого нет, ты меня не обанишь, я вижу, там никого нет Там никого нет Опасность миновала, нужно открыть дверь и бежать обратно домой А где твой дом-то? Миновала? Ты уверен? Так быстро? Так, капец Капец, он быстрый Ооо Я проснулся с сильной мигренью, мало что соображая Я пытался разобраться, что произошло Справа от меня горел огонь, в камине чайник шипел И вдруг увидел, что-то неопределенное стояло передо мной Оказалось, что это человек, который держал в руках маску головы оленя Он извинился передо мной и объяснил, что принял меня за охотника И сказал, у него была причина появиться здесь Когда он налил стакан теплой воды и передал его мне То спросил, хотел бы я... Хотел бы я знать! Это вопрос? Да, ответил я, это вопрос, да Хотел бы я знать? Да Он вырос в бедной семье в маленьком домике недалеко от этих лесов У него была семья, жена и его 4-летний сын Он уходился на никаких животных, чтобы принести еду домой Ага То есть этот хрен как бы сам является, да, охотником? И у него была причина появиться здесь Че-то как-то сложно Ооо, нет, нужно снова искать эти олени рога Окей Ладно, теряем время, просто ищем рога сразу же В один холодный зимний день он был на охоте в глубине леса Там практически не было еды Остатков хватило бы на сутки Я охочусь за последние... Я охочусь за последние несколько лет Лес никогда не было так... Тихо Чувствуете, да? Тут какая-то проблема в этом предложении Я охочусь за последние несколько лет, то лес никогда не было... Свои пофиг Там нет ничего здесь Я должен повернуть назад и по другому пути Там нет ничего здесь В завтрашний день не все могут Там нет ничего здесь А вот перевод подъехал хороший Речка, мост А я не за этого моста пришел Это было почти темно И он был далеко от дома Он должен был быть быстрым Это было... А, нам рассказывают историю этого мужика Да, это почти темно, действительно Вот теперь... Вот теперь мне это не очень нравится Я должен был быть быстрым А что с лесом-то не так? Это типа олений лес? Да? Какой-то катаклизм прошел И появилось очень много оленей И все После нескольких часов поисков он ничего не нашел И уже почти потерял надежду Почти потерял То есть сейчас мы что-то найдем О, олень А потом он нашел что-то Он все время дальние дистанции И вытащил пистолет Он не мог пропустить этот выстрел Он выстроен достопримечательностью И нажал на спусковой крючок Выстрел! Олень упал на землю Он побежал к нему, чтобы забрать добычу И тут ребенок Палевый вышел Лежать рядом с ее умирающей матерью Он сказал мне Что это было худшее чувство своей жизни Он разрушил чужую семью Чтобы обеспечить свою собственную Ну, это жизнь А что делать? А как быть? Как слезы катились по его щекам Он закрыл глаза плотно И вспомнил сколько жизней он взял Ну это и удел хищника Он открыл глаза И там были они Каждая жизнь, которую он взял Все вокруг него Серьезно, здесь это олень и лес Здесь одни олени И живет олень, который убивает оленей Это были трудные минуты для него Он не мог поверить своим глазам Неужели стольких он убил? Он виновен в том, что сделал Он бросил свой пистолет и убежал Это был последний раз, когда он охотился А как он потом прокормил свою семью? Я слегонца не понимаю Чуть-чуть, чуть-чуть сложно Он закончил рассказывать свою историю Когда он встал, то протянул мне руку, чтобы помочь Он поблагодарил меня за то, что Так внимательно его выслушал Мне хотелось бы знать еще больше из его истории Но прошло время ему уходить Мы пожали друг другу руки Он держал мою руку и удивительно сказал Я надеюсь Я надеюсь Вы не думаете, что я сделаю это по глупости своей? Конечно нет, ответил я Глубоко внутри я был настолько очарован им Его мужеством, чтобы защитить оленей Его храбростью рискуя своей жизнью Это действительно тронуло меня И тут мы услышали выстрел Держись рядом со мной Охотник недалеко Сказал он мне Надев маску, он побежал в сторону выстрелы Мужик Мужик охотился на оленей, чтобы прокормить свою семью В лесу, где есть только оленя и больше ничего нет Но вдруг он понял, что он разрушает чужие семьи Но животные не настолько социальные, чтобы иметь семью Понимаете? Это инстинкты Самосохранение Продолжение рода, то есть защищать детенышей И вдруг у него заклинило И он сказал Нет, все, больше убивать не буду Бросил пистолет, убежал Как он потом свою семью прокормил Он еще съел их Как он выжил И стал охотником на охотника И так он нас и поймал собственно Он Надевает оленю голову на себя Чтобы догнать охотника И показать ему кто Кто в этом лесу главный Воее АэээээээээЭэээээээээээаээ Хорошо. Название этой игры Вообще не ошиблась Правильно перевели Олень Олень человек Олень человек что это за фигня мое сердце сильно колотилось я боялся но все-таки решился следовать за ним олень-человек ой олень а подожди а где он где мой спутник где олень-человек я набрел на замерзшее озеро хотя он был уверен что человек олень пошел этой дорогой точно но другого пути не был подожди человек олень это охотник до который убивает оленей это а чуть-чуть о я прошу он за блин я упал в воду ты черт подери эта история с таким пафосом подается что меня шкаребит вот тут нет все нормально опа опа андрюха по оленям у нас охотник похоже труп а может даже криминал сейчас вот сейчас я не понял да капец мне блин олень сбил что за фигня я ж друг друг оленей оленей друг какая же это фигня вот меня олень сбил как-то пройти на все идем я не был уверен что то что случилось он ничего не мог предвидеть кто а потом я видел его он лежал на земле он был убит я кричал помогите кто-нибудь я снова крикнул прося помощи но никто не ответил как полиция нашла листок бумаги в кармане оленя человека он сказал я беру полную ответственность за все что происходит со мной отвечаю за все свои действия только я я требую освободить охотника чтобы в следующий раз он что в случае раз он смог подумать дважды прежде чем лишить жизни кого а это тупо хорошо ладно сейчас полиция поймавший охотника сняла все обвинения с него я видел что охотник раскаялся в содеянном раскаялись я видел что охотник раскаялись а в содеянном но олень человек уже умер мы похоронили человека оленя в том же лесу в ту ночь я не мог уснуть а на следующий день я вернулся в лес чтобы увидеть его могил я был там чтобы поблагодарить его за вдохновляющие меня показывая показывая мне как любить не не высказанное дикий ребенок олененок остался на его могиле не возмутим моим присутствием все нормально я его не трону наверное поспотопчусь на нему все чем на кладбище нельзя бегать а ты убежишь не будешь убегать но она не грусти все нормально естественный отбор что с него взять так видимо дорога оленя дорога нам туда путь лежит как йода говорить учился три года я и читать эти тексты было не очень просто я знал почему олени не боялись меня больше я ходил среди икс сейчас и они не будут рапу и они не будут работать я чувствовал приветствовать их именно тогда я решил взять миссию олени-человека вперед сам должна быть причина чтобы жить и я только что нашел мину где какую черту мину ладно хорошо но это просто плохой перевод и все я был в том же пути где я впервые встретил оленя человека я помню как он бежал ко мне и я сделал то же самое я побежал быстрее и быстрее и я не хотел останавливаться олень бежал вместе со мной справа от меня и слева от меня впервые в моей жизни я чувствовал истинную любовь к дикой природе я олень человек история и окружающая среда от уакаса абдула кого-то перевод танья антар ламия антар зульфа антар вся семья антаров переводила все это на русский прекрасная прекрасная игра теперь мы олень человек какой чудесный пример какой чудесный пример всем нам подает эта игра олени невероятно тупы посвящается всем кто защищает рискуя своей жизнью ради любви к дикой природе но посыл в принципе понятен да всем тем кто защищает дикую природу и рискует собой но не таким же тупым способом но ей богу спасибо мы хотели бы поблагодарить вас что приняли нашу игру выразить благодарность семье и друзьям за их поддержку олень человек за любовь к дикой природе мы меню х ху волица серьезно помните я говорю что олени невероятно тупы так тот мужик который погиб от выстрела невероятно тупой по моему заниматься таким благородным делом как защищать природу и быть при этом таким же таким же глупым как эти животные которые защищаешь они же не могут тебя защитить они не могут они абсолютно не осознают себя у них нет понятия самости понимаете как у этого человека олень он то понимает что он делает и он мог иными способами защищать природу существует миллион способов наверное я же не защитник природы но наверняка есть чем кидаться блин под пули то есть но он прыгнул под пули к одному охотнику охотник его пристрелил и понял что да плохо убивать животных но а другие охотники что чё теперь делимся всей планеты и пополам на тех кто кого убьют и на охотников охотники убивать вторую половину земли понимает свою ошибку и больше никогда никого не убивают я понял весь этот посыл нужно быть веганом до меня доперло короче нужно быть веганом чтобы никого не убивать нет спасибо останусь мясоедом уволиться и спасибо ребят что были со мной жмите там палец вверх подписывайтесь и на паблике вконтакте ссылка в описании со всеми другими ссылками а я пожалуй нажму x и уволиться до встречи ребят следующем а 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